Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать об очень интересном приложении, которое называется WhatsApp. Это очень популярный мессенджер, его вы сможете скачать из Play Market. Первый год он бесплатен, а за последующие года с вас потребуют там какую-то чисто символическую сумму, порядка 30 рублей в год. И вы сможете пользоваться данным приложением. Некоторые люди ошибочно думают, что WhatsApp это некая замена SMS. Но на самом деле к SMS это приложение не имеет никакого отношения. После установки вы увидите, что программа запрашивает номер вашего мобильного смартфона. Не пугайтесь, это все нормально. Она использует это для того, чтобы проверить ваш аккаунт. После того, как вы введете свой номер, приходит SMS, которая подтверждает, что именно с этого телефона вы будете пользоваться приложением. После этого программа точно так же сверит вашу книгу контактов со своей базой и покажет вам тех, кто есть в вашей записной книжке, у кого установлено приложение WhatsApp. Согласитесь, это довольно здорово. Вам не потребуется вводить никакие логины, никого искать, чтобы кому-то из знакомых написать. Итак, для общения с вашими контактами вам нужен будет мобильный интернет, Wi-Fi, без разницы. WhatsApp мессенджер поддерживает такие операционные системы, как Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry и, возможно, еще какие-то операционные системы, о которых я не упомянул. Таким образом, все ваши друзья и знакомые смогут общаться без всяких ограничений с помощью данного мессенджера. Какие есть минусы у данного приложения? Один из минусов стоит отметить в тот момент, что я не могу использовать на своих двух смартфонах один аккаунт. То есть, если у меня, например, лежит там второй смартфон и на нем совершенно другой номер, то у него будет, соответственно, совершенно другой аккаунт. То есть, если вдруг у меня сел один смартфон, то продолжить ту же самую беседу, видеть те же самые сообщения я не смогу. То есть, все это дело умрет вместе с моим севшим телефоном. Естественно, что я смогу продолжить общение там со своего второго аккаунта, но это, на мой взгляд, уже не сказать, что удобно. Также стоит отметить, что у данного мессенджера нет версии для персонального компьютера, что тоже является довольно значимым минусом, по крайней мере, для меня. В следующем видео, возможно, я расскажу вам об еще одном мессенджере, который называется Viber. Вот там тот клиент уже имеет как раз-таки тот самый полноценный мессенджер, который можно устанавливать на различные виды персональных компьютеров для MacOS, для Windows и так далее. Это, конечно, здорово и удобно, когда вы, сидя перед компьютером, можете сразу оттуда же видеть все сообщения и отвечать, писать и так далее. Вам не потребуется лазить в смартфон. Теперь давайте посмотрим, как выглядит интерфейс этого приложения. Здесь отображаются на главной страничке все диалоги, которые вы ведете уже, нажав вот сюда вот на иконку. Вы видите всех людей, у которых WhatsApp мессенджер установлен. То есть вам не нужно никого искать, вводить какие-то аккаунты, логины и так далее. Все сразу отображается. Это несомненный плюс. Также, если вдруг у каких-то друзей нет данного мессенджера, вы сможете, нажав вот сюда вот, потом на кнопку меню рассказать другу и сможете послать ему ссылку на это приложение и он сможет, соответственно, его установить. Теперь давайте я войду в какой-нибудь диалог. Вот так вот выглядит переписка. К сожалению, здесь нет возле каждого сообщения аватарки человека, на мой взгляд. Мне хотелось бы, чтобы так было. Здесь вот только аватарка сверху, и то малюсенькая. Если мы нажмем вот сюда вот на скрепку, то увидим те возможности, которые предоставляет эта программа. Здесь мы сможем с помощью галереи отправлять фотографии. Сразу стоит отметить, что фотографии будут сжиматься и отправлять в более ухудшенном своем состоянии. К сожалению, такой галочки, например, чтобы отправить оригинал снимка, здесь не предусмотрено. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, когда отправка фотографий происходит очень быстро. И в большинстве случаев, естественно, что этого достаточно, чтобы человек посмотрел, что-то оценил или с чем-то ознакомился. Но, конечно, очень не хватает мне вот этой галочки, чтобы отправить оригинальный снимок, чтобы, например, мне не лезть отдельно в электронную почту и не отправлять оттуда. Вторая кнопка, это снять фотографию и, соответственно, сразу же ее отправить. Третья, это снять видео. Тоже отправить. Четвертая, это записать голосовую заметку. Следующая кнопка, это отправить ваше местоположение. Кстати, очень удобно, если вдруг вы где-то ждете своих друзей или товарища и хотите ему отправить местоположение того места, где находитесь, то это очень просто сделать в пару кликов. Это достаточно удобно, конечно. Следующая функция, это контакт. Нажав на него, вы можете отправить какой-то контакт из своей записной книжки со всеми данными. Здесь кнопка смайликов. Здесь первая вкладка, это наиболее часто используемый. Здесь все остальные, которые есть. Ну и тут всякие различные еще малозначимые смайлики имеются. Как я уже говорил, для отправки сообщений вам нужно находиться в сети интернет. Если вдруг вы отправили сообщение человеку, которого в сети нет, то позже, когда он выйдет в онлайн, он все эти сообщения без проблем получит. Кстати, здесь можно еще выбирать фоновые обои для каждого диалога, если вам это надо. Мессенджер все свои задачи выполняет, в принципе, на пятерочку. Если не учитывать те моменты, о которых я рассказал, то, в принципе, пользоваться им одно удовольствие. Ну, естественно, что данное приложение в любом случае установлено на мой смартфон. То есть, есть некоторые люди, которые используют только WhatsApp, мессенджер. Батарейку он никаким образом не потребляет, поэтому совершенно не мешает, что он установлен ко мне на смартфон. Я периодически общаюсь с некоторыми людьми только через это приложение. Давайте зайдем в настройки, взглянем, что здесь. Приложение полностью на русском языке, поэтому все очень просто и понятно. Здесь, кстати, можно прикрепить свой аватар, чтобы он отображался у ваших друзей. Здесь есть информация об оплате. Можно удалить аккаунт. Настройки чата здесь. Вы выбираете размер шрифта. Здесь, как я говорил, можно выбрать обои. Отправить чат по почте. Резервное копирование чата. Можно сделать удалить все чаты, удалить переписку. Отправлять по нажатию Enter. И еще есть настройка уведомлений. Это звуки в чате. Звук уведомления можно выбрать. И так далее. Еще одна интересная функция это поп-ап уведомления. Это когда входящее сообщение будет отображаться в таком окошке, в котором сразу можно написать ответ и отправить. Многие люди считают, что это довольно удобно. Вибрация. Уведомления о рассылках и так далее. Кстати, стоит также отметить, что WhatsApp Messenger поддерживает групповые чаты. То есть, вы можете создать новую группу, например, из нескольких людей по определенному какому-то интересу. Сослуживцы, одноклассники или еще что-то. И, соответственно, переписываться уже групповым чатом. Ну вот, в принципе, и все. Все основное я вам рассказал. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok